Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан, прошедшее минувший понедельник, было очень странным по структуре, зачастую противоречивым, существенным образом отклонялось от сложившейся уже традиции и порядка докладов. Не знаю, что уж там произошло, может быть, надвигающаяся осень что-то сместила в сознании наших руководителей. Началось все с обсуждения строительства грандиозного межвузовского кампуса, который все-таки будет построен в Уфе. Хабиров с восторгом сообщил присутствующим и всем нам о том, что Башкирия выиграла в конкурсе, проводимом федеральным министерством, и в числе восьми городов получила право на строительство вот этого объекта в Уфе. Собственно, города эти это Уфа, Томск, Москва, Новосибирск, Калининград, Челябинск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Вот в этих городах будут построены подобные объекты. Всего в конкурсе участвовало 22 субъекта Российской Федерации. Все это было в рамках федерального проекта «Приоритет-2030». И федеральный бюджет обязуется теперь компенсировать нам до 60% стоимости этого кампуса. 40% стоимости кампуса обязана будет оплатить Республика Башкортостан из местного бюджета или из сумм спонсоров. И вот на этом моменте мы остановимся поподробнее. Хабиров строго напомнил присутствующим о том, что если вот эти средства не будут изысканы в бюджете или в карманах каких-либо там спонсоров, то проект может быть отозван и передан какому-нибудь другому региону, что, конечно, нежелательно для Башкирии. В общем и целом обсуждение строительства кампуса можно разделить на две части. Первая часть патетическая, а вторая лукавая. Ну, начнем с патетической. И главным героем этой части стал Александр Сидякин, главный вдохновитель, идеолог и толкатель вот этой идеи по поводу объединения вузов и строительства межвузовского кампуса. Александр Геннадьевич США Сидякин был вызван на трибуну и сделал довольно обширный доклад, обстоятельный доклад на тему строительства кампуса. Весь он светился. Ну, можно понять человека, действительно, это некое достижение для него лично. А вот достижение ли это для Башкирии, будем рассуждать, будем обсуждать. На самом деле строительство кампуса дело хорошее, богоугодное. Действительно, примерно по такой схеме существуют все крупные университеты мира. Это некие студенческие городки, причем многофункциональные городки. Это не просто скопище общежитий, как вот, например, студгородок УГАТУ. Это, ну, там, десяток старых панельных домов, в которых живут студенты. Довольно-таки архаичные, ветхие и, прямо скажем, вонючие общежития. Все это нужно менять. И вообще это не кампус, это просто сборище панельных домов. А кампус, в полном понимании слова, это некий комплекс строений, некий комплекс функций, которые они выполняют. И это вовсе не только жилье для студентов. Собственно, патетическую часть США Сидиакин начал с объяснения, зачем нам нужен кампус. Обстоятельно и по пунктам он рассказал нам, что Республика Башкортостан, обретя этот кампус, станет региональным магнитом для талантов и к 2025 году обеспечит паритет между выпускниками школ, количеством выпускников школ и местами в вузах. На данный момент этого паритета нет. У нас 17 тысяч примерно школьников каждый год заканчивают школы и 13 тысяч вузовских мест. То есть, по определению, если бы все выпускники школы захотели поступить в вузы, то им бы не хватило места. Кроме всего прочего, довольно существенная часть школьников, лучших школьников с лучшими результатами ЕГЭ и лучшими успехами в школе, уезжают из региона, поступая в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а иной раз и за границу. Вторым ориентиром для себя господин Сидиакин ставит привлечение иностранных ученых в вузы Республики Башкортостан. Ну, вот этот пункт я подвергаю величайшему сомнению. Не думаю, что наличие жилья, лабораторий и неких иных условий станет решающим фактором для приезда в далекую Башкирию специалистов из развитых стран. Ну, а, собственно, ученые из Бангладеш и Мьянмы нас, наверное, интересуют в меньшей степени. Третьим ориентиром для Сидиакина становится экспортообразование. На данный момент вузы Республики Башкортостан из 17 тысяч мест отдают 5 тысяч мест иностранным студентам за очень хорошие деньги. Несмотря на то, что мы платим за обучение своих детей весьма существенные суммы, иностранцы платят еще больше. В общей сумме около 400 миллионов рублей ежегодно получают вузы Республики Башкортостан за платное обучение иностранцев. Так вот, этот показатель господин Сидякин намеревается довести к 2030 году с 5 тысяч иностранных студентов до 15 тысяч иностранных студентов. Ну и, соответственно, утроив суммы поступления денег в казну вузов. Ну что же, дело, наверное, благое, правильное, но меня смущает только ориентир 2030 год, где будет в это время наш кампус и где будет господин Сидякин непонятно. Ну и закончил очерчивание задач этого кампуса Сидякиной вовсе грандиозной задачей, а именно ставкой на высокотехнологическую экономику, которая, в свою очередь, потребует иного качества человеческого капитала. Ну тут уже Саша Сидякин совсем задохнулся, взобут дыхание сперло, но Радий Фаридович улыбался. Далее Александр Геннадьевич огласил нам общую структуру кампуса, вообще что там будет на территории. Перечислю. Общежития, учебные помещения, рекреационные зоны, спортивные объекты, административные здания, библиотеки, музеи, театры, лаборатории, объекты общепита, бизнес-инкубаторы, конгресс-центр, гостиница и инновационные центры. Также на территории кампуса планируется построить некое жилье не только для студентов, но и для профессуры и преподавателей. То есть это некий такой будет городок, как он назвал это все дело, устойчивое поселение. И вот в этот момент Саша Сидякин перешел к лукавой части своего доклада, а именно, на мой взгляд, к оглашению основной цели и задачи, к которой он двигался все эти долгие практически три года, пока он занимался идеей объединения вузов и строительства кампусов. Главным ядром всего этого кампуса станет IQ парк. И как назвал эту фишку, главной фишкой Саша Сидякин, так же я называю вот это основным мечтанием Сидякина-Стрижнева. Этих двух людей, пожалуй, нельзя разделять, потому что, на мой взгляд, именно они являются интересантами передачи вот этого кругленького, синенького, бочкообразного здания, прикнувшего к ним еще одного корпуса рядом с стадионом «Динамо», передачи этой зависшей в нигде недвижимости в собственность республики. Три этапа, которые очертил господин Сидякин, это три этапа создания кампуса. Так вот, первый этап, который будет реализован уже в декабре 2021 года, срочно, буквально послезавтра, это открытие IQ парка Технополиса Сколково. 36 тысяч квадратных метров, которые будут переданы, судя по всему, собственность республики, то есть, переводя на русский язык Сидякинского, выкуплены у тех, кто им сейчас владеет, за государственные деньги. Именно на эту цель пойдет та часть финансирования вот этого кампуса, которая прошита как финансирование от республики Башкортостан или спонсоров. Вторым этапом, который будет реализован уже в декабре 2024 года, по крайней мере, как кажется господину Сидякину, это так называемое центральное ядро и введение 70 тысяч квадратных метров вот этого жилья, всевозможной иной недвижимости, там прочего-прочего, что, впрочем, у Саша Сидякина было нарисовано каким-то беспорядочным скопищем коричневых квадратиков на схеме, которую он демонстрировал. То есть, вот этот синенький домик, он подробно и в центре, а все остальное это какие-то коричневые квадратики, хаотично наваленные в кучу, видимо, в 2024 году можно будет об этом и подзабыть. Ну и в 2025 году, в декабре этого 2025 года, Саша Сидякин планирует завершить третий этап строительства кампуса, который называется «Экотерритория будущего». Ну, тут уже прям почти по-навальному. Еще 7 тысяч квадратных метров жилья, вот это именно то самое жилье для профессуры, и бла-бла-бла, и все это 2025 год. Ну, для меня, очевидно, повторюсь, что главная задача Сидякина-Стрижнева это впарить вот этот синенький домик, синенькую бочку вот эту зеркальную, в IQ Park, и вот это на первом месте. Остальное все новости будущего. Вот эти 2025 год, 2030 год. То есть, где Сидякин, где 2030 год? Вот ответьте мне на этот вопрос. Общая сумма строительства кампуса, по мнению господина Сидякина, составляет 18 миллиардов рублей. Из них 8 миллиардов рублей – это доля республики Башкортостан, а 10 миллиардов рублей – это тот самый федеральный грант. Причем деньги федералов поступят чуть-чуть потом. Сейчас нужно истратить свои. Ну, 18 миллиардов, как известно, у нас любой мегапроект в России удваивается или утраивается по ходу его реализации. На данный момент существуют только картинки в виде вот этих вот нагромождений коричневых квадратиков. Эскизные проекты. То есть, я вангую, что 18 миллиардов, конечно, не хватит, и сумма существенно увеличится в процессе реализации. То есть, мы купим сами у себя, вернее, не сами у себя, а внутри тут, друг у друга, купим вот этот вот IQ Park. Запустим его, наверное. Я не знаю, будет ли там спальня для Хабирова, как это планировалось первоначально. Может быть, эта тема уже ушла. Ну, в общем, это вам не лифтами спекулировать. Это серьезный мегапроект, и видно, что относится к нему господин Сидякин действительно серьезно. Собственно, это очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы, наверное, уйти из республики с высоко поднятой головой, в плане, ну, к того, что, дескать, я, смотрите, что вам тут создал. Но, повторюсь, есть у меня ощущение, что главное – это вот этот синенький домик. А все остальное – только красивые слова и благие намерения. Напоследок, и завершая свое выступление, Сидякин капнул меда в сердце господина Хабирова, продемонстрировал картинки, фоточки Венского университета, вернее, кампуса Венского университета, видимо, чтобы освежить в памяти у Ради Фаридовича милые сердцу места. Потом Сидякин и вовсе перешел уже к какой-то патетике, заявив, что он, цитирую, буквально вгрызается в федеральную повестку образования. Дорогой Ради Фаридович. Конец цитаты. Ну, Сидякин чувствуется, что его колбасило и не слово, но был в восторге от самого себя. Хабиров, выслушав все это, ну, с очень довольным лицом, но действительно, грандиозная победа, достижение 18 миллиардов инвестиций, все это звучит замечательно и прекрасно. Хабиров как-то так обернулся в прошлое и произнес такую замечательную фразу, цитирую. «Два года назад на Сидякина смотрели, как на сумасшедшего, а теперь у нас уже есть кампус». Опередил действительность господин Хабиров. Ну, кампуса нет, есть только горячее желание реализовать самый главный и первый этап в этом проекте – купить синенький домик. Ну, собственно, Хабиров на этом совещании, втирашнем, конечно, сыпал цитатами. И вот вообще можно не обсуждать доклады, которые вчера были, а можно только цитировать и обсуждать то, что говорил Хабиров. Вслед за вот этой замечательной цитатой последовало следующее, цитирую. «В республике Башкортостан чиновники, а не университеты, стали драйверами развития науки». Конец цитаты. Ну, вот это можно смело отливать в граните и даже везти в Москву, чтобы, ну, немножко там приподнять авторитет чиновничества российского, потому что, ну, подобное заявление, оно очень громкое. Между хаотично расположенными на этой оперативке докладами Хабиров вставил информацию о том, что он подтверждает свое намерение участвовать в полярной экспедиции по поискам шхуны «Святая Анна». И тут тоже всплыли пикантные подробности. Оказывается, мы не просто отправляем и делегируем Ради Фаридовича с рюкзачком и с Аланиной. Оказывается, мы еще и финансируем эту экспедицию. Вот тут, как говорится, собака порылась. Хабиров поручил Сидякину найти деньги на экипировку и оборудование этой экспедиции. Судя по всему, члены географического общества приезжали в Уфу не просто так повеселиться, поесть чак-чака и попить кумыс, а, оказывается, раздобыть денег. А где же еще деньги добывать, как не из легковерных и впечатлительных башкирских руководителей? Из них можно добыть денег в любой момент. Приехал, рассказал про полярную экспедицию, подмигнул, намекнул, что сам Сергей Куджудетович, как говорится, передавал привет. И вот, нате, пожалуйста, получайте финансирование на полярную экспедицию. Я не знаю, что мы еще будем финансировать в угоду федеральному центру, но финансировать полярную экспедицию – это как-то неестественно для Башкирии. Далее мысли у Хабирова и вовсе спутались. То ли он был так окрылен вот этой историей с Кампусом, то ли вообще у него что-то вчера было в сознании перепутано. Он как-то стал перебирать темы и вообще отклонился от сценария совещания, что, собственно, было довольно забавно. Не сказав, почему, он вдруг сделал назидание господину Морзаеву, что-то там сделать, причем пустился в какие-то совершенно отвлеченные рассуждения. Цитирую его. «Суть работы любого министра – борьба за финансы». Конец цитаты. Вот тут, как говорится, сел старик. Мы-то думали, что суть работы любого министра и министерства – это достижение тех целей и задач, которые стоят перед ведомством. То есть, там, Министерство здравоохранения – лечить, Министерство ЖКХ – обеспечивать ресурсами, Министерство внутренних дел – обеспечивать правопорядок и прочее. А оказывается, главная задача и суть работы любого министра – это борьба за финансы. Тут, как говорится, оговорочка по Фрейду. Далее, без объявления войны и без даже назначения докладчика, и, в принципе, видимо, вне сценария совещания, Хабиров заговорил о 450-летии Уфы. И заговорил он в таком ключе, что вот мы тут съездили на 800-летие Нижнего Новгорода, и теперь мне кажется, что мы все делаем неправильно с 450-летием Уфы. Ну, это Хабиров говорит, цитирую, мы не посоветовались с уфимцами. Начал разводить панику Хабиров. А вдруг они хотят это по-другому видеть? Хабиров обращается к Сидякину. Создайте механизм понимания мнений уфимцев. Мы должны вовлечь уфимцев в эту работу. Мы построим, что хотим, но надо учесть мнение уфимцев. Опять оговорился Хабиров о своих истинных намерениях. Тут же поручил Назарову возглавить этот процесс. Потом спохватился, что вдруг двоим поручил одно и то же, и разделил их полномочия, назвав, что Сидякин будет главный по политике, а Назаров будет главный по бетону, стеклу и асфальту. Ну, в общем, я не понимаю, что тут происходило с Хабировым. То ли он внезапно усомнился в правильности своих единственно верных решений, ну, это давно пора было сделать, то ли еще что-то происходит, но вот у него реально какая-то паника звучала, что типа, ой, а мы же не посоветовались с уфимцами, а вдруг они совсем не этого хотят. А вдруг они вообще ничего не хотят? Вскричал Хабиров, как будто в этом случае он откажется от того, чтобы истратить несколько десятков миллионов на очередной праздник. Ну, в общем, это очень странно звучало, то есть я удивился, у меня даже затеплилась надежда, что Хабиров начнет по-настоящему интересоваться мнением жителей Уфы, но боюсь, что оно ему очень не понравится. Впрочем, хаос и неразбериха на вчерашнем совещании на этом не закончились. Опять-таки, вне всякого сценария, Хабиров внезапно заговорил об Учелах. Цитирую. «Шумная была неделя в Учелемском районе. Что у нас там произошло?» Конец цитаты. «Подскочил на месте господин Барданов и бодренько доложил, что создана межведомственная группа по вопросам недропользования. Эта группа выехала на место, проинспектировала обстановку в селе Уразово, где больше всего шумели. Там предприятие «Альтинвест» с многократными нарушениями добывает золото. Значит, незаконная разработка, фактически это хищение, и Барданов уже готов передать документы и заявления в ФСБ об этом событии. В общем, это, по крайней мере, тот вариант событий, который излагает Хабиров господин Барданов. В Учелах некое ООО «Альтинвест» незаконно добывает золото и намеренно добыть там чуть ли не 300 килограмм этого драгоценного металла. Хабиров, слушая Барданова, вскричал, цитирую, «Они вели себя как оккупанты. Те, кто хотят зарабатывать, недропользователи имеется в виду, должны встроиться в наши ряды. А кто не захочет, видимо, встроиться, будем разговаривать». Конец цитаты. Ну, собственно, тут возникает вопрос. А можно сразу уточнить, встроиться это сколько и кому? Это как в ассоциации застройщиков? Сразу по 400, а там будет видно? Или как-то еще? В общем, вот здесь, конечно, наружу вылезли уши вот этой идеи влезть во все экономические процессы, в которые еще только можно влезть. Ну, понимаете, будет очень смешно, если сейчас у нас появится ассоциация недропользователей с платным входом и членскими билетами, так же, как со строительством в Уфе. Очень смешно, что это поручено господину Барданову. Особенно забавно, что вот в эту самую межведомственную комиссию Барданов немедленно включил замначальника Баймакского ФОКа, того самого Иделя Султанова, председателя Союза общественных инициатив за Уралье. Это тот самый Султанов, которого задерживали силовики, у которого делали обыск в связи с избиением экоактивиста Юмагулова. Судя по всему, команда у Барданова одна и та же, он ее будет использовать везде, что на горе Хуштау, что в Училлах, что, значит, там в расправах над всякими активистами и так далее. И вот этот Султанов теперь, он гордо именуется членом межведомственной комиссии, везде пишет, что вот он теперь там... По сути, вот опять вот это вот новоявленное УПГ училинское будет, видимо, лицензии раздавать, что ли, или что вообще? Ну, правда, вот это просто какое-то безобразие. Вот эта схемка, которую они запустили, незатейливая схемка, когда либо вы встраиваетесь в нас, либо вас не существует. Такая она жесткая, такая очень, прямо скажем, прямолинейная. А встраиваетесь, это значит платите взносы. И решать будет вот этот конкретный Барданов или, не дай бог, вот этот вот Султанов. Это, конечно, слегка пугает. Внушает оптимизм то, что на самом деле процессы недропользования и строительства, и многие другие, они все-таки все еще находятся под контролем и регламентируются федеральным законодательством. И рано или поздно все эти ассоциации застройщиков, недропользователей и прочих потребителей всевозможных государственных и негосударственных благ, скорее всего, все эти ассоциации будут послены лесом, потому что, по сути, они незаконны. Это всего лишь надстройка, это создание сущностей, это дополнительные взносы. По сути, ну так, если уж совсем эту тему развивать, это, ну, своего рода рэкет. То есть, либо вы с нами и платите нам, либо вы не с нами, не платите нам, и мы вас уничтожаем. Вот примерно такая история. Жители Училинского района вчера уже мне писали, вот кроме того, что вот включили в эту межведомственную комиссию вот этого господина Султанова, которого ищет пожарный, ищет милиция, так жители Училинского района вообще предполагают, что вот это предприятие Альтинвест, оно было выбрано чуть ли не случайным образом для того, чтобы на него наехать. И показательным образом его, значит, ну, разгромить. Я нисколько не сомневаюсь, что в Училинском районе добыча полезных ископаемых ведется зачастую с нарушениями, но вопрос только в том, как туда входить, с какими целями туда входит господин Барданов со своим, значит, господином Султановым, с Султановым, и что в конечном итоге они хотят создать? Они действительно хотят нормализовать добычу полезных ископаемых, или они создают некую ассоциацию недропользователей, в которых будут собирать взносы? Вот это большой вопрос. Ну, кроме всего прочего, госпожа Иткулова была отмечена там же, в Училинском районе, которая очень бурно интересовалась, за что можно зацепиться и где можно докопаться к каким-либо недропользователям, в том числе вот к этому несчастному Альтинвесту. В общем, ситуация странная, ситуация неопределенная. Безусловно, здесь есть и нарушения, и необходимость борьбы с этими нарушениями, но только кого отрядили туда бороться, это, конечно, большая проблема, и вызывает это много вопросов. Окончательно разрушив структуру оперативного совещания, по крайней мере, привычную структуру, Радий Фаритович заявил вторым докладом, доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первый доклад был по ковиду, и на нем ничего не прозвучало, кроме того, что миллион сто привитых в Башкирии. Так вот, вот этот второй доклад по ЖКХ, дорогам ИЧС, свелся к докладу о пожарах. Вызвали Фарита Рифовича, который нам рассказал, что 224 пожара случилось в республике в минувшую неделю. Два человека погибло, пять травмировано. Еще 50 лесных пожаров произошли на минувшей неделе, из которых 14 на данный момент считаются действующими. Наиболее горящими районами Фарит Рифович назвал Белорецкий и Бурзянский. Завершил свой доклад Фарит Рифович тем, что два человека утонули в реках, три человека погибли при падении с высоты, и, собственно, на этом все. Не слушая в рамках вот этого вот комплексного доклада ни Морзаева, ни министра транспорта и дорожного строительства, Хабиров грозно заявил, что если глава района, какой-либо глава района, допустит вхождение огня в населенный пункт, значит, глава со своей работой не справился. Ну, безусловно, знаковое заявление, будем смотреть, сможет ли огонь войти в населенный пункт, он, собственно, уже входил. Мы в последнее время что-то наблюдаем как-то, то, что Хабиров много грозится, ничего не исполняет. В частности, помните, вот про эти горящие свалки. Он пообещал, что будет увольнять директоров свалок, которые допустят возгорание. Немедленно это возгорание случилось, но было объявлено злонамеренным поджогом, и никто из директоров не пострадал. Вообще, это в последнее время тенденция. Чтобы не обвинять самих себя и администрации, любые вот эти вещи объявляются поджогами. Мы наблюдали даже попытку обвинить вот в этих лесных пожарах тоже какие-то, значит, рукотворные силы, и даже какого-то алкаша поймали где-то в перелеске и заставили признаться в том, что он что-то там поджег. Ладно, хоть со временем это кончилось, но вот попытка такая предпринималась. По поводу свалок она вполне себе удалась. Директора свалок теперь могут быть спокойны, никто их никуда не уволит. Дальше, как уже теперь повелось на этой оперативке, абсолютно без объявления, был вызван министр сельского хозяйства, от которого Хабиров потребовал доклада о ситуации в сельском хозяйстве. Честно говоря, он буквально прочитал мои мысли, потому что, слушая заунывные доклады господина Гумерова о пожарах и бедствиях, я подумал о сельском хозяйстве, и тут Хабиров, прочитав мои мысли, вызывает Файз Рахманова и заставляет его отчитаться о ситуации в сельском хозяйстве. Ну, там, конечно, все печально. Файз Рахманов назвал этот год тяжелейшим засушливым годом, который по параметрам температуры и наличия осадков хуже, чем апокалиптические 75, 98 и 2010 года. В 41 районе республики, то есть в 2-3 районов объявлен ЧАЭС с засухой, пострадало уже 624 сельскохозяйственных предприятия. На данный момент раньше периода, типового периода, намолочено уже 82% зерновых, и собрано всего 1 миллион и 100 тысяч тонн зерна. Файз Рахманов рассчитывает собрать 2 миллиона в конечном итоге, что вряд ли ему удастся. И урожайность в среднем составляет 15 центнеров с гектара. Я не знаю, столько ли семян было закопано в землю на момент посадки, но 15 центнеров – это, конечно, катастрофически низкая урожайность. В этом году сельское хозяйство Республики Башкортостан, конечно, проседает. И далее Файз Рахманов делает, на мой взгляд, фантастическое по своему лицемерию заявление. Процитирую. «Наша задача – сохранить поголовье скота. Лучше продать лишний комбайн, чем продавать скот». Конец цитаты. Господин Файз Рахманов последние 2 года основной своей задачей видел впаривание новой техники через Росагролизинг к аграриям Республики Башкортостан. В этом он исключительно преуспел. Башкирия была лидером по покупкам у Росагролизинга по лизинговым схемам вот этих вот комбайнов, тракторов и прочего. Файз Рахманов безумно гордился тем, что он в существенной степени обновил парк сельскохозяйственной техники в Башкирии, что, по сути, в общем-то и неплохо. Но теперь Файз Рахманов призывает продавать эту технику. Мы же с вами все когда-нибудь покупали автомобиль и знаем, что если покупаешь в магазине автомобиль, то на следующий день он уже дешевле на 30%. И в принципе продать его по той же цене или близкой к цене покупки невозможно каким бы новым он ни был. Та же самая ситуация с тракторами и комбайнами. Ну кому сейчас и за сколько наши несчастные аграрии продадут вот эти закредитованные, зализингованные комбайны и трактора? Сколько они за них выручат? И спасет ли это ситуацию? В общем, тут, честно говоря, господин Файз Рахманов меня очень сильно разочаровал. То есть выбирая между тем, чтобы снизить показатели Файз Рахманова по поголовью скота, и между тем, чтобы разорить хозяйство, продавая технику, которая может работать годами, Файз Рахманов выбирает последнее. Продайте трактор, оставьте только корову, потому что ему отчитаться надо о том, что у нас не падает поголовье скота. Это, конечно, ужасно. Я, честно говоря, такого не ожидал. Как-то привыкнув к Файз Рахманову, мне стало казаться, что он что-то там разбирается в сельском хозяйстве, и оказывается, что категорически нет. Завершилось оперативное совещание, которое в этот раз было очень длинным и, как вы поняли, абсолютно запутанным по сценарию. Анонсом и обсуждением грядущего открытия 9-го национального чемпионата WorldSkills. Это чемпионат молодых профессионалов, который пройдет в Уфе с 25 по 29 августа. Участники 16-25 лет будут соревноваться по всевозможным рабочим профессиям. 1800 человек участие примет в этом мероприятии. 76 регионов, полторы тысячи экспертов, и организаторы ожидают аж 30 тысяч посетителей. Не хочется уже обсуждать, честно говоря, одно и то же по поводу вот этой эпидемиологической угрозы от массовых мероприятий. Совершенно непонятно принципы властей на тему «здесь можно, там нельзя». Надеюсь, что действительно организаторы будут соблюдать все вот эти антиковидные меры. Честно говоря, как уже метко было замечено, мы все постепенно превращаемся в инфекционное отделение психиатрической больницы. И вот эта вот паранойя, связанная с ковидом, и действительно ковид, и вот эти все уже усталости от отсутствия, присутствия массовых мероприятий, все это смешалось в кучу. Я вот правда выражу надежду, что это все никак не повлияет, хотя, конечно, оно не может не повлиять. Очень знаковую фразу сказал Хабиров в связи с этим чемпионатом. Фраза на самом деле программная, нужно ее тоже отливать в граните. На мой взгляд, эта фраза характеризует вообще отношение Хабирова к людям, отношение к профессиям, отношение к классовым сословиям, которые так или иначе у нас уже формируются. И говоря о рабочих специальностях, Хабиров произнес такую фразу. Не все же должны становиться экономистами или юристами. Кто-то должен для нас богатство создавать еще. Конец цитаты. По сути, Хабиров объяснил нам, как он относится к обществу и к согражданам. Поэтому вот эти рабочие, которые работают руками и которым не суждено было стать юристами и экономистами, в его представлении это и есть источник богатств. Люди новая нефть. Люди, вот это вот те люди, которые ему создают эти богатства. А он их потребляет и пользуется ими. Причем ведь это очень широкое, на самом деле, объяснение отношения к населению и к людям. Очень важно, и мы должны это запомнить. Он юрист-экономист, а они создают для него богатство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова